Друзья, привет! Вчера вечером мировой интернет облетели новости из Москвы, ну а если точнее, из Подмосковья. Нет таких известных мировых СМИ, которые бы об этом не написали. Сегодня я попробую рассказать подробности, что и как было последовательно. Но сразу предупреждаю, что рассказывать всегда о таком следует осторожно, ибо поспешные выводы могут только навредить. На протяжении всего ролика будет много блюра. Кадры без блюра выкладываю у себя в телеграм-канале. Там стараюсь выкладывать новости минута в минуту, а для выпуска ролика требуется все-таки большое количество времени. Итак, несмотря на всю мировую шумиху, основные события в Крокус-Сити-Холле длились всего лишь 18 минут. В это сложно поверить, но именно столько времени потребовалось, чтобы люди в камуфляже туда зашли, натворили то, что натворили и вышли. 18 минут. В 19.55 перед зданием Крокус-Сити-Холл останавливается белый автомобиль Рено. Из него выскочило несколько человек в камуфляже и с автоматами. У них в рюкзаках были канистры. Эти люди побежали в здание, начали палить по всем, кто попадался в их поле зрения. Буквально через минуту они уже были внутри и шутинг продолжился там. Уже через 8 минут в 20.03 они дошли до зрительного зала, где по некоторым оценкам находилось до 6000 человек. Многие уже, наверное, слышали, что на 8 часов там был назначен концерт группы Пикник. Нападавшие продолжили стрельбу в зале, и пока одни стреляли, другие разливали легко воспламеняющиеся жидкости. Зрители, убегая, видели, что у стрелявших при себе были как раз пластиковые канистры. Те, кто остался в живых, начали выбегать из здания. Через служебные входы кто-то разбивал стекла. Многие просто-напросто задыхались ветком дыму, потому что нападавшие уже подожгли зал. И уже в 20.13 белый Рено Симбол с четырьмя людьми внутри уехал. Ну и давайте послушаем слова очевидца, которые были внутри в тот момент. И спустя прям минуты-две выстрелы пошли. Причем сначала где-то как будто вот холил здесь вот, да. А потом, получается, там зал. Он вот такой вот. Вы на видео. А? Вы на видео сайте. Уши не надо. Вот. И получается внизу прям под нами эти хлопки были и искры немного, то есть от выстрелов. И все. И люди сначала вниз, потом наверх. Потом толпа разделилась. То есть мы выбежали с Фебушкой вот от не пола, а на этаже. Вот. Пожарная лестница, пожарная лестница, блин, закрыта. Мы выламывали ее, короче. Потом спустились по лестнице. Внизу тоже что-то закрыто было. Там толпа образовалась. Наверх пошли. Короче, что-то скакали-скакали по лестнице. В итоге внизу выломали дверь. Встретил один из охранников. Засели. Человек, наверное, может быть 80 или 100. Засели внизу в подвале, получается. Пошел дым еще параллельно, кстати. Причем еще на пожарной лестнице. Тоже что-то просидели-просидели. Эти включали в воду. В воду включали от этих пожарных, поливали в футболке. Вот. Ну а потом выломали дверь, которая туда дальше куда-то шла. Вот. И другие охранники нас уже быстро-быстро-быстро это самое выносили. Спустя час после начала описанных событий к месту приехали силовики. К тому моменту, судя по всему, участники вот этой самой группы были уже на довольно удаленном расстоянии от Крокуса. Начали выкладывать кадры якобы штурма, хотя там штурмовать уже было некогда. Ибо к тому моменту нападавших уже и след простыл. Здесь должно быть важное замечание. Зет-патриоты сразу начали писать. Ага, вот мы знаем, кто это сделал. Но советник главы офиса Зеленского, Подоляк, заявил, что Украина совершенно не имеет к этому никакого отношения. Щодо подій в Крокус-Сити в российском Підмосковье, где прямо сегодня відбулися певні події, певна стрелянина, певні террористичні дії з боку неустановленных осіб. Давайте зафіксуємо, Украина точно, абсолютно точно, не имеет никакого отношения до цих подій. Немного позже зет-патриотские каналы, причем даже каналы типа «Звезды», это прям такие официальные российские СМИ, начали публиковать видео. Причем даже канал НТВ показал эти кадры у себя в прямом эфире. Журналистика на высшем уровне. НТВ прямо сейчас можно разгонять. И вот что они показали. Показали речь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. И вот что он якобы заявил. «Весело сегодня в Москве? Я думаю, что очень весело. Хочется верить, что такое веселье мы будем им устраивать почаще. Все-таки братский народ. А родственников нужно чаще радовать, чаще к ним в гости заходить. Значит, будем ходить». Но вечером 22 марта Данилов этого не говорил. Эту информацию тут же опровергли. Но российские СМИ есть российские СМИ. Обвинить-то могут, обвинить, а назад свои слова очень редко берут. И журналисты заметили, что часть ролика с телеведущими была заимствована от эфира 16 марта. Если честно, движение головы Данилова очень похоже на дипфейк. Это видно по движениям головы, по движениям губ. Ну и вполне ожидаемая реакция, что пропагандистские СМИ сейчас начнут навешивать происходящее именно на Украину. Но даже русские добровольцы, которые воюют на стороне Украины, заявили, что они к этому не причастны. Про русских добровольцев, и это вот сейчас конкретно мое мнение, хотя постараюсь его сегодня не высказывать, выглядит это более чем логично и понятно. Когда они что-то делают, заходят, например, на территорию России, в Белгородскую область или в Курскую, они гордятся этим, заявляют во всеуслышание, выкладывают ролики. А здесь они сразу сказали, нет, в этот раз это не мы. Конечно, личные чувства в данном случае это так себе аргумент, это вообще не аргумент. Но опыт ежедневного наблюдения за событиями в реальном времени дает некоторую чуйку, что ли. Но на всякий случай отмечу, что она тоже подводит. Крокус Сити довольно серьезно выгорел, там валилась крыша. И к произошедшему сейчас, конечно, очень, очень много вопросов. Почему сотрудников полиции, допустим, не было на концерте? Когда студенты выходят на пикеты с белыми листочками, они же всегда тут как тут. В полном обмундировании. А здесь концерт в такое время на 6200 человек. А из силовиков там были только охранники с резиновыми дубинками. Где ранее были спецслужбы, хотя, судя по почерку, все это планировалось заранее. А ведь спецслужбы так четко находят комментаторов, пенсионеров, которые пишут не те постики. Выявляют вот буквально прям на раз. Вопросы, вопросы, вопросы. И вот еще вопрос. Появилась информация, что в Брянской области, информация обновляется прямо сейчас, пока я снимаю, задержали всех четырех участников. Как они добрались до Брянской области, вот большой вопрос. Понятно, что был известен автомобиль. И задержали их, судя по информации из СМИ, на том же самом автомобиле, белый Renault Symbol. И это при том, что Москва один из немногих городов мира, который настолько увешан камерами, что незамеченным камерой там пройти практически невозможно. Но задержали их, если это все-таки действительно они, почти в пяти часах езды от Москвы. Отдельно и очень важно сделать замечание, что вот этот акт, судя по кадрам и по таймингу, был очень тщательно спланирован и выверен минута в минуту. У каждого в группе была своя отведенная роль, и у участников не было цели, как это было в Норд-Осте. Именно с Норд-Остом сейчас сравнивают события эти. Но характер произошедшего и почерк совсем иной. Такого рода операции не планируют дилетанты. Причем все эти люди действовали не как какие-то залетные бандиты. На основании увиденного я могу сделать вывод, что это были обученные профессионалы. Работали они четко, как по методичке спецслужб. Опять же, выводов здесь делать никаких не будем. Пока для этого информации недостаточно. Многие страны уже выразили соболезнования, причем даже страны, которые в России считаются недружественными. И Франция, и Польша, и ряд других стран. И вот прямо сейчас появилась информация, что количество жертв уже 93, больше 150 пострадали. Цифры растут. В Кроквасе разбирают завалы, постепенно добираются до труднодоступных помещений. Ну и также по обновленной информации. С российской стороны заявили, что все подозреваемые это граждане Таджикистана. Но буквально сразу же МИД Таджикистана заявил, что информация о причастности граждан республики является фейком. После выборов в 2018 году, через 7 дней, случилась зимняя вишня. И вот выборы 2024, спустя 7 дней, Крокус. Возможно, конечно, это просто совпадение. Конспирологические теории сейчас будут расти, как грибы после дождя. Ну и да, это типично, конечно, для подобных событий. Ну и также один из вопросов, а где же все это время был президент? СМИ пишут, что он направо и налево раздавал задания. А также на момент съемок он до сих пор не обратился к стране, лишь через Голикову. Передал, что пусть люди выздоравливают. Даже цитировать это не хочется. Ну и интересно, что в момент происходящего российское телевидение показало свою полную профнепригодность и абсолютную бессмысленность. По первому каналу в это время крутили развлекательное шоу, по второму то же самое. Пока интернет разрывался от кадров из Крокуса. По телеку не желали прерывать эфиры, ведь рекламные слоты куплены. А пятничка, прайм тайм, многие сидят у телевизора, как же упустить выгоду-то? Ну и уже вот только несколько часов подряд первый канал наконец-то скорректировал свой эфир и скорректировал его вот таким образом. Обратите внимание на изменения в программе Первого канала. Сегодня в нашем эфире информационный канал и, конечно, выпуски новостей. Следующий в полдень. Ну и наверняка следует подвести небольшой итог. Вынужден констатировать факт, что люди в камуфляже, разгуливающие сейчас по городам страны, стали для жителей нормой и обыденностью. Бдительность, естественно, при таком снижается. А ведь снижение бдительности часто и приводит к последствиям. Хороших новостей, как вы понимаете, сегодня не будет. Все актуальные публикую у себя в телеграм-канале. Ну и да, дорогие мои, у меня на канале есть подписчики из разных стран. И хочу обратиться сразу ко всем. Берегите себя. А я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok